Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, всех вас приветствую и благоставляю именем Иисуса Христа. Привет всем с города Днепропетровска, с Украины. Сегодня началась моя поездка по Украине, именно с города Днепропетровска. И как и планировалось, далее будет Ивано-Франковск, Киев и, конечно же, Крым. Этот полуостров я уже посещал неоднократно, Крымский полуостров, и собираюсь проповедовать и в разных городах этого полуострова, и благоставлять церкви и служителей. Слава Богу! Дорогие друзья, конечно, сегодняшним утром я сейчас готовлюсь к служению, готовлюсь к проповеди в Духовном Центре Возрождения. И здесь, в Днепропетровске, идет пробуждение, сейчас духовное пробуждение. Я думаю, многие из вас, дорогие телезрители, что уже видели записи богослужений именно с Днепропетровска, с Духовного Центра Возрождения, понимают, о чем я говорю. А если вы были сами в Днепропетровске, то, конечно же, вы еще более меня понимаете, потому что, окунувшись в атмосферу этого духовного подъема, духовного пробуждения сегодня, нельзя остаться равнодушным. Потому как сотни людей здесь, в Днепропетровске, тысячи людей даже каются, и каждый месяц люди обращаются к Богу. Очень много людей сегодня в церквях, здесь в Днепропетровске церкви пополнились, и не только количественно, но и качественно. И люди каются в грехах своих, люди исцеляются, бесы выходят из людей. То есть, великой силой Евангелия Иисуса Христа сегодня здесь проповедуется. Евангелие Божье несется здесь разными служителями, пастырями. И я давно уже дружу с пастором Владимиром Мунтяном, и он является лидером Духовного Центра Возрождения, старшим пастором Духовного Центра Возрождения. И я рекомендую, если вы каким-то образом, допустим, будете однажды в Днепропетровске, то, пожалуйста, не пропустите это богослужение, удивительное богослужение, удивительное служение Духовного Центра Возрождения. Если люди не только самого Днепропетровска здесь бывают, но бывают и с области, с других регионов Украины, с России, с других стран мира прилетают, чтобы окунуться в эту атмосферу присутствия Божьего. И слава Богу, что Господь, живой Бог, сегодня дает здесь, на востоке Украины, свою такую особую благодать и такую милость оказывает, великую милость. Очень такое сложное время сегодня, как для Украины, так и для других стран бывшего безбожного Советского Союза и вообще для всей планеты даже, по большому счету. Потому что этот мировой кризис, который так или иначе сказался на всем мировом сообществе, он не обошел, наверное, ни одну страну мира, так или иначе, не задев ее. Но, конечно, здесь, в Украине, мы видим сегодня духовный подъем, духовное пробуждение, продолжающееся духовное пробуждение, несмотря ни на что. Слава Богу! И, конечно, для меня особая честь быть здесь, в Непропетровске, в Духовном Центре Возрождения, как я уже говорил, потому как пастор Владимир Мунтиану является одним из лидеров духовного пробуждения не только здесь, на востоке Украины, но и вообще в Украине. Слава Богу! Я, конечно, очень рад тому, что в сердце пастора Владимира такой межконфессионализм, знаете ли, не сектанство, и это очень отрадно. Вообще в Украине здесь очень много, скажу так, уже довольно много служителей разных динаминаций, которые, знаете ли, переступили через барьер такого узкого конфессионализма, переступили через такие свои устоявшиеся традиции, что ли, и протянули руку братской помощи, братской любви другим христианам. И здесь, в самом Днепропетровске и в других городах Украины уже достаточно много разных служителей, которые на самом деле ревнуют о единстве тела Иисуса Христа, и это очень отрадно. Это один из признаков как раз такого серьезного духовного пробуждения. Слава Богу! И сегодня, 8 января, сегодняшнее служение так или иначе будет посвящено теме Рождества Христова, и я буду проповедовать тоже об этом. Я буду говорить также о том, что мы не знаем даты рождения Христа Иисуса, я об этом уже говорил ни в одной программе. И сегодня я снова и снова подчеркиваю, что мы не знаем даты рождения Мессии, даты рождения Христа сокрыты от нас, потому что евангелисты не написали нам об этом. И первые христиане, в общем-то, не позаботились о том, чтобы сохранить какие-то, знаете ли, даты, какие-то описания земной жизни Иисуса Христа. И даже в евангелиях, рассказывающих о жизни Христа, в общем-то, очень скупая информация о его детстве, юности. И почему? Наверное, потому что первые христиане, в отличие от нас, последующие христиане, были более духовными, наверное. Они как раз именно интересовались больше Христом не по плоти и желали знать Христа не по плоти, не как плоть, знаете ли, не как человека просто, а как Спасителя, как Господа, как духовно познавать Иисуса Христа. И сегодня, я думаю, что набирает движение, набирает большую силу как раз движение в христианстве такое, как один из признаков как раз последнего нашего времени удивительного, реформаторского, такого переломного времени. Сегодня все больше и больше христиан также желает знать Христа не по букве, не по плоти, а в духе, по настоящему, в истине. Потому как сам Христос даже сказал, кстати, в Евангелии от Иоанна записано, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине. Из каких поклонников Отец себе ищет? И я думаю, что сегодня много христиан это уже осознает, но еще больше, я думаю, осознает. И я буду сегодня даже подчеркнуть эту мысль в проповеди, постараюсь подчеркнуть не раз ее, что хотя мы не знаем даты рождения Христа и даже год Его Рождества, мы знаем лишь приблизительный, но сегодня Христос рождается в сердцах людских. И именно о том, как Он рождается, как Он растет, возрастает в нас, именно о том, как Христос живет в нас и как мы движемся вместе со Христом, как мы живем жизнью Иисуса Христа и как мы приходим в возраст Иисуса Христа. И совершаем спасение, которое Бог нам дал, спасение, которое Господь нам именно подарил, как милость свою, как благодать свою, как это спасение совершить, дойти до конца и исполнить всю волю Божью. Слава Богу! И, конечно же, после служения сегодня здесь в Днепропетровске, кстати, приехал также один из наших священников, отец Юрий, он мне уже позвонил, он уже в Днепропетровске. Он сам проживает на как раз полуострове Крым и, в общем-то, планирую дальше ехать в Ивано-Франковск. Молитесь, пожалуйста, дорогие братья и сестры, об этой поездке. Буду служить в Ивано-Франковске, потом, конечно же, в Киеве, у нас в церкви и затем уже в Крым. Я буду молиться о том, чтобы в течение января месяца этого текущего, чтобы православные церкви, реформаторские, обновленческие, здесь в Украине они процветали, чтобы Господь выслал новых делателей на великую и жатву в последнем времени, чтобы как можно больше людей познало истину в эти святые дни. И слава Богу! Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Я очень рад, что Господь позволяет нести Слово Божье. Вот и с экрана телевизора, с компьютера сегодня я могу говорить к очень большому количеству людей, слава Богу. Потому как здесь, допустим, на служение в Непропетровске сегодня будет, допустим, тысяча, две тысячи, три тысячи, сколько? Даже если десять тысяч, допустим, это очень и очень немного в сравнении с тем, кому нужно принести Слово Господне. Но с помощью интернета, с помощью телевидения я могу достичь со Словом Господнем, как и другие проповедники достигают, миллионов телезрителей, миллионов христиан. И, конечно же, хочется, чтобы Христос действительно родился в сердцах людских. Если вы смотрите эту программу сейчас, и вы, может быть, уже слышали о Христе не раз и не два, и, может быть, вам говорили уже об Иисусе, но вы еще на перепутье неком таком духовном и размышляете, избрать вам какой путь, думайте об этом, то я сегодня просто умоляю вас во имя Иисуса, просто ради любви Господня, ради любви Божьей, примите Спасителя Господа Иисуса Христа, примите Его любовь, просто осознайте свою греховность, потому как мы все несовершенные люди, и все согрешаем. Даже больше того, Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей, нет праведного ни одного. И ряса нас или клобуки нас не спасают, наше положение религиозное нас не спасает. А что же нас спасает? Исполнение ритуалов, традиций, ни в коем разе. Исполнение праздников, нет, ни в коем разе. Хождение в церковь, храм, нет, ни в коем разе. А что же нас спасает? Вернее, кто же нас спасает? Иисус Христос, живой Господь Бог. И поэтому призовите именно Иисуса Христа и скажите Ему, что вы просите прощения, скажите от всего сердца. Молитва, самая главная молитва, это не даже заученные какие-то слова, не повторяемые даже за кем-то слова, а именно сказанные от всего сердца. Поэтому даже если вы будете повторять молитву сейчас, которую я произнесу, или вы повторять будете молитвы, которые произносят другие пастыри, священники, христиане, то самое главное, молитесь сами от всего сердца, молитесь именно своим сердцем, потому как еще отцы древности говорили очень правильно, что молитва это дыхание души, и как вот для нашего тела дыхание необходимо, так и для нашего духовного тела, так и для нашего духовного человека очень важна эта молитва. Очень жаль тех, кто, конечно, еще ни разу не обращался к Богу, но сегодня у вас есть очень хорошая возможность обратиться к Богу Святому, от всего сердца поговорите с Ним, обратитесь к Нему и скажите, что вы каетесь в грехах, просите прощения, только будьте предельно искренними, потому что с искренними Бог поступает искренно, а с лукавыми по лукавству их, и если вы будете искренними пред Богом, то и Бог будет с вами искренен предельно, и Он простит ваши грехи, и омоет ваши неправды, и помилует вас, слава Иисусу Христу, и хочу помолиться вместе с вами, и также за вас помолиться, и благословить. Давайте скажем Богу такие слова, повторите за мной вместе эту молитву, скажите так, Отец мой Небесный, Бог Святой, прости меня, Бог Святой, прости меня ради своей любви, ради Иисуса Христа, помилуй меня, Господи, Иисус Христос, Сын Бога Живого, пролил за меня святую кровь свою, и я верю в это, Господи Боже, помилуй меня, прости меня, войди в мое сердце, живи во мне, Господь, омой меня, садила меня снега белее, Боже, по милости своей, по благодати своей, я призываю кровь Иисуса Христа, пролитой на Голговском кресте, за меня грешного, и за весь этот грешный мир, спасибо тебе, Господь, что ты слышишь меня, я принимаю твое прощение, Господь, Бог мой и Царь мой, я принимаю твою любовь, твою милость, и я знаю, что я прощен, потому что ты благ, и человеку любив, и добр, благодарю тебя, мой Бог, Иисус Христос, живи во мне, царствуй во мне, аминь, аминь, значит, истина, да будет так, и еще, попросите у Бога своими словами также, вот в простоте такой, знаете ли, попросите у Бога о том, чтобы Он открыл вам Слово Своей, Библию Святую, потому что это очень важно, независимо от того, какой храм, костел, молитвенный дом вы будете ходить, самое главное, знайте, что Иисус Господь, самое главное, знайте, что ни в ком ином нет спасения, ни Матери Господа Иисуса Христа, ни кто-то из умерших святых или ангелов, не все они вместе не смогут спасти даже одного из нас, но Господь Иисус Христос, Он Спаситель для всех нас, и Ему вся слава и хвала, поэтому призовите Его Святое Имя и помните, что Иисус Господь, и читайте Слово Божье, читайте Слово Господне, Библию Святую, и сейчас попросите у Бога, чтобы Библия вам открылась, и чтобы Слово Божье руководило вашей судьбой, вашей жизнью, чтобы вы могли учиться через Слово Божье, и Бог да пребудет с вами во имя Иисуса Христа. Еще раз привет с Днепропетровска всем вам, с Украины, с Духовного Центра Возрождения, и шалом, мир Божий каждому дому, слава Иисусу Христу, до встречи и на земле, и самое главное, на небесах. Аминь.